Всем привет! Вас приветствует агентство Новорога Ременкуль. Сегодня мы приехали снимать квартиру планировки 2 плюс 1 в районе Ени-Шехир. Квартира хорошая, городская, находится в центре города, в районе Ени-Шехир. Смотрите, при входе здесь есть вот такая вот хорошая прихожая, большой прихожий шкаф. Шкаф-купе открывается с двух сторон. Мест, в принципе, очень хватает всем. Здесь, получается, вы ставите обувь, там идет место для верхней одежды. Смотрите, хорошая металлическая дверь, видеодомофон уже установлен от застройщика. В квартире уже подключены, подведены, нет, в квартире уже установлены споты полностью по всей квартире. В этой квартире жили люди комплексу 5 лет. Посмотрите, какая хорошая, просторная здесь кухня. Очень много рабочей зоны, много всяких разных шкафов для хранения. Все шкафчики идут с доводчиками. Самое немаловажное в этой кухне, немаловажный фактор, это имеется окно для проветривания. Когда вы готовите, и все запахи уходят на улицу. Поверхность у них здесь идет каменная, гранитная, имеется барная стойка, место для холодильника, фартук рабочей зоны стеклянный. Дом газифицированный, газ подведен до квартиры. В самой квартире газа нету, они не проводили. Здесь у нас получается зал и очень большой просторный балкон. Смотрите, балкон уже застеклен, застеклен хозяевами этой квартиры. Остекление собирается полностью мозаикой и получается открытый балкон. Зимой можно, ну и летом можно использовать его как столовую зону. Многие турки так делают. Смотрите, какой хороший вид у нас получается из балкона. Зеленый вид, на комплекс, бассейн открытый, детский, взрослый, детская площадка, баскетбольная площадка. Очень зеленая территория. Также имеется парковка. Теперь пойдемте смотреть дальше саму квартиру. На полу здесь у нас лежит кафель. В самой квартире лежит ламинат. Очень хороший, качественный ламинат. Батареи уже установлены. На стенах наклеены обои частично. Здесь у нас есть небольшой вот такой вот коридорчик, который отделяет детскую спальню от взрослой спальни. Давайте сначала пройдем в детскую спальню. Детская спальня небольшая, но в принципе поставить кроватку полуторку и шкаф. Для гардеробный шкаф место есть. Также вот есть отделение. Сюда можно сделать рабочую зону для ребенка. Поклеены обои. Вид из окна тоже неплохой, зеленый. Очень хорошо, очень много зелени как бы здесь. Теперь пройдем в родительскую спальню. Здесь у нас также на полу лежит ламинат. Батареи уже установлены. Наклеены обои, сложные потолки. Электричество уже подведено. Можете поменять люстру и все. Как бы таких стильных работ не нужно. Дальше. В родительской спальне имеется хорошая гардеробная. Она встроенная. Прям целая гардеробная комнатка. Вот. Очень много разных полочек, плательных, брючных, ну и полки для обычной одежды. Вот таким образом закрывается. Очень красиво, эстетично. Также в родительской спальне имеется хороший технический балкон. Как бы, ну для технического он не маленький, он хороший действительно. Здесь вы устанавливаете, получается, бойлер, устанавливаете стиральную машинку. Все уже подведено. Также подведены для кондиционеров. Уже никаких там дырок, что-то там сверлить, стропить ничего не нужно. Второй балкон также застеклен. Продолжение следует... Ну вот и все. Квартиру мы вам показали. Теперь давайте пойдем, пройдемся по территории комплекса. Вы посмотрите, какая здесь хорошая ухоженная территория. И потом поговорим о плюсах и минусах данной квартиры. Пойдемте. Ну вот смотрите, здесь получается лифт на... Ну вот смотрите, здесь получается лифт на 10 человек. Очень хороший, большой, просторный комплекс. Входная зона оформлена мрамором. Очень хорошая, большая, чистая. Смотрите, туда не снимай. Очень хорошая, большая, чистая. Здесь получается вот имеется зона для отдыха. Вы можете в любой момент выйти, посидеть здесь. Получается, как бы никто ничего не запрещает. Очень хорошая, качественная отделка комплекса. Пойдемте теперь посмотрим саму территорию комплекса. На территории комплекса имеется фулл-генератор. Вот как раз на данный момент света в Янишихире нету. И он работает. Полностью в комплексе имеется свет. Теперь пойдемте посмотрим территорию. Посмотрите, сколько много здесь парковочных мест. Никогда, как бы, я сколько здесь живу, я никогда не замечала такого, чтобы был какой-то трафик с тем, что не хватает мест. Проблем таких не было ни разу. Вот большая территория для парковки. Здесь у нас получается детская площадка. Бассейн. Открытый. Пока еще не наполняли. Потому что, в принципе, еще не везде наполнили в Мерсине. Там вот очень хорошая беседка для барбекю. Давайте пройдем туда, посмотрим. Вот здесь, получается, беседка для барбекю. Здесь собираются люди с семьями, отдыхают, жарят мангал. Территория комплекса, в принципе, очень хорошая, ухоженная. Но, к сожалению, пока бассейны еще они не набирали. Да у нас тоже, если честно, набрали бассейн только, по-моему, вторую неделю. А вот на праздниках. А вот и сам дом. Вот он, сам дом. Очень красивый. Душевые кабины. Здесь зона для отдыха. Здесь у них даже кто-то, вот, видимо, тот, у кого первый этаж, они сажают тут свою бахчу. Там вот огурцы, тыквы какие-то растут, цветочки. Ну, территория очень хорошая. А от главной дороги тут примерно 400 метров максимум, я так думаю. Ну, также все колледжи, университеты, школы в шаговой доступности. Ну, вот и все. Я думаю, на этом можно закончить наш просмотр квартиры. Напоминаю, квартира находится в районе Ени-Жихир. Планировки 2 плюс 1 на втором этаже. Плюсы данного района, я уже не знаю, стоит ли их уже называть. Потому что я думаю, что все мои подписчики знают, в чем плюс данного района. Это центр города. Здесь есть красивая, хорошая набережная, куда можно выйти в любой момент. Не нужно там куда-то ехать, не знаю. Потому что, как бы, эйфория моря, она заканчивается примерно максимум через месяц. Все. Потом нам, например, вот те, кто здесь живут, нам море вообще не нужно. Мы туда приходим раз, я не знаю, в месяц. И то не точно для того, чтобы искупаться, а просто погулять. Вот и все. И когда вы живете в центре города, вы понимаете, что тут нету такой сильной суеты. Это не Стамбул, это не Москва, это не Измир и не Анталия. Мерсин, он сам по себе отличается от всех городов. Чем? То, что он тихий, спокойный, семейный. Для постоянного места жительства. Но тут, как бы, очень хорошая инфраструктура. Поэтому и Ени-Жихир. Тут нету такого прям бешеного-бешенного сумасшедшего ритма. Мы живем в центре города, но живем в спокойном ритме. Никуда не бежим, никуда не торопимся. Но у нас все в шаговой доступности. Захотели мы поехать на море, мы сели на машину, сели на автобус. Проехали там максимум 30 минут. И мы на хороших песчаных пляжах Мерсина. Захотели мы прогуляться. Прошлись 800 метров. И мы на очень красивой, прекрасной набережной. Поэтому данный район является, мне кажется, идеальным для постоянного места жительства. Ну вот и все. С вами была агентство Нора Гайра Минкуль. И я, меня зовут Анастасия. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»